В одном из поселков Северной Осетии пытаются установить причины аномального наводнения. Вода неожиданно забила прямо из-за земли. Во всей деревне появились сотни источников. И это при том, что дожди в районе большая редкость. Затоплены десятки домов, залиты огороды и поля. По первой версии произошедшего в материале нашего корреспондента Александра Кундухова. Наводнение стало для жителей села Радзок полной неожиданностью. Вода потекла прямо из-под земли. Сотни небольших источников образовались на улицах, во дворах и даже в домах. Глубина 3 метра. Почти он сравнялась с землей. Затоплено все. Сначала вода заполнила подвалы. Теперь подмывает фундаменты. На домах из-за этого появились внушительные трещины. Строения покосились и даже со стен падают подвесные шкафы. Воды с каждым днем становится все больше. И справиться с ней не удается даже с помощью насосов. 10-15 тонн выкачали отсюда. В течение суток она опять вот так же наполнилась. И купил специальный насос, она в круглые сутки качает, но воды меньше не становится. Затоплены хозяйственные постройки. Скотину по ночам жители Радзога держат на улице. Да и урожай со своих участков они уже скорее всего не соберут. Огороды превратились в настоящее болото. Картошку посадили, фасол посадили. Уже даже туда заходить не охота. Там затопило все уже книлое. И что еще его обрабатывать, болото, уже не стоит даже. Природа этой аномалии сельчанам непонятна. Рядом не протекают реки, да и ливни в этом районе большая редкость. Хотя некоторые предположения все-таки есть. Местные жители рассказывают, что еще в начале 60-х годов прошлого века в окрестностях села искали нефть. Пробурили скважину, но вместо черного золота из нее забил мощный фонтан воды. Тогда скважину законсервировали и до недавнего времени она никак не давала о себе знать. За последнее время на склонах вокруг села произошло несколько оползней, которые могли повредить скважину. Эту версию не исключают и специалисты. Это современные тектонические процессы, которые происходят в недрах земли. Возможно, какое-то произошло развертметизация затрубленного пространства. Проявляют себя вот эти вот воды минеральные, тоже выбиваются на поверхность. Это тоже как один из вариантов. Работы по ликвидации ЧАЭС начнутся уже в ближайшее время. В первую очередь необходимо создать сеть водоотводящих траншей, чтобы обезопасить дома. Александр Кундухов, Алан Маргоев, Таймурасов Жуков, Станислав Худеев. Вести. Северная Осетия.